Ну вот собственно начинается город Тиват, так его называют местные и в котором есть порт, аэропорт и еще какие-то интересности, которые я сейчас наверное посмотрю. Киват, воздушные ворота в пляжную Черногорию был основан, когда никаких самолетов еще не было, а точнее аж в третьем веке до нашей эры. Название же его связано с именем иллийской царицы Тевты, царствующей в этих местах в те времена. В современном Тивате живет около 10 тысяч жителей, основное занятие которых разумеется услуги в сфере туризма. Сердце города – аэропорт. Ежедневно сюда и отсюда прибывают и улетают десятки рейсов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я зашел в Тиват после 17-километровой прогулки по Которскому заливу. Здесь я решил сесть уже на автобус, чтобы ехать дальше по побережью. Так что город посмотрел проходом и возможно упустил что-то интересное. В общем-то городок как мне показалось является главным образом транзитным пунктом для множества туристов, направляющихся дальше – к Будве и Бару. Хотя многие задерживаются и здесь. Ведь здесь есть все, что в принципе туристу и надо. И главное – море. городской парк Тивата. Но тут только дорожки, даже лавочек не богато. Палатку разве что поставить. Православная церковь Святого Саувы. Да буду 24 километра отсюда. Нет, таверна пешком не пойду. Хотя можно. Приветствую, приветствую вас. Пойду схожу в центр Града. Там какой-то есть крепостной комплекс. Здесь скромно стоит памятник, наверное, погибшим во Второй мировой. Вот со братьевым путешествием. Тяжело им ехать в горку, но стараются. Молодцы. Ребята, хай! Современные, цивилизованные мусорки в Тивате. И вот здесь отдельно собирают пластик, отдельно бумагу. Сдается мне, это театр или культурный центр. Но вот у человека с крыльями нет ни рук, ни головы перед входом. Центр культуры Тивата запрещает вход всяким. Вот похоже, что это человек с рюкзаком. Это, наверное, имеется в виду в шортах. Ну, дом культуры, короче. Улица с якорем, ведущая к морю абсолютно почти пустынной. Не привлекает почему-то народников. Все либо на море, либо где-то еще. Здесь почти никого нет. Довольно зеленая улица. Спокойная, машина немного. Не похоже на курортный город с толпами народа. Ну и набережная. Туристы немногочисленны. Хотя есть. Что-то совсем неинтересно. Какая-то набережная скучная. В воду прыгать. Или вот по лесенкам. Отдыхающие, конечно, есть. Но не столь многочисленные, как, например, в том же Белграде на искусстве на моржере. Ресторанчики вообще сейчас стоят пустые. Надо бы как-то вернуться в город и поискать автобусную станцию. Тут небольшая бухточка с скотерками. Которых достаточно много. Как они выходят из такой тесной бухты? Столько много здесь у дёнышек. Вот парк Пальмы. Вообще очень красивая аллея. Вся вот в этих деревьях в цвету. Я не знаю, что это за растения. Очень красивые. Они повсеместно растут в балканских странах. Купил бурек за 1 евро. Пока что это самая низкая цена, которая у меня встречалась в Черногории. Сейчас заценю. Да, нормально, неплохо. Поеду сюда автобус. Недалеко, комфортно, скондиционерно. А пока ещё немножко тивата. По главной улице. А потом на сборки 빵 у меня начали проехать. Ужеongo прорубь. На слайд. А до сих порダќ. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за EQ